А сейчас давайте присоединимся к Рефлодоллару и послушаем сегодняшнее послание. Послание к евреям, 8 глава. И... Вот о чем я хочу вас спросить. Вы видели или встречали таких людей? Я встречал недавно. Мы учим, что избавлены от закона Моисеева, а такие люди воспринимают это так, будто мы избавлены вообще от всех требований. То есть вы говорите им, мужья, любите своих жен. А они отвечают, мы под благодатью и делать так нам незачем. Но это неправильно. Слышали такое недавно? Или человек опаздывает, ему говорят, надо приходить вовремя. Он отвечает, мы под благодатью и не обязаны приходить вовремя. Можно приводить и другие ситуации, когда благодать используется как универсальное оправдание того, что отличные результаты не достигнуты. Благодать используется и для того, чтобы попытаться сказать, знайте, нам вообще не надо соблюдать какие-либо законы, поскольку мы под благодатью. Это неверно. Я уделю какое-то время этому вопросу, чтобы вы поняли. Знаете, я благодарю Бога за то, что мы достигли уровня, когда можем принимать такие вещи и говорить о них, потому что мы можем это делать. Раньше мы пытались только подойти к этим вопросам, а сейчас можем предметом поговорить о них и прийти к балансу. Пожалуйста, поймите, что баланс — это неравное количество веры и неверия. Баланс этим не является. Вы не балансируете веру, добавляя к ней неверие. В мире, особенно в новостных медиа, говорят так, «Мы должны давать новости в балансе». Они говорят хорошее, но затем прибавляют что-то плохое. Это неправильно. Библия говорит, что ложный баланс — мерзость перед Богом. Возьмем, к примеру, качели-доску. Кто-то помнит такие из детства? На таких качелях надо быть осторожным, когда вы садитесь на них и когда с них встаете. На этих качелях надо следить за балансом. Если на одну сторону сядет кто-то очень тяжелый, то вы будете все время висеть в воздухе. Если на таких качелях словно ребенок, баланса не будет, не сработает. Понимаете, если я хочу сбалансировать истину, я прибавляю к ней больше истины. Баланс очень важен, и наш разговор пойдет именно об этом. Что мы знаем, что мы понимаем, не буду приводить местописание, вы уже знаете. Вам известно, что согласно первому посланию Тимофея, для праведника нет больше никакой нужды в законе Моисеевом. Да? Закон пришел через Моисея. Мы говорим конкретно о законе Моисеевом. А благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Иисус пришел не для того, чтобы дать нам больше закона. Это ясно. Говоря закон, мы имеем в виду закон Моисеев. Но есть также и законы принципы. К примеру, закон гравитации. Вы, несомненно, подвержены ему. Потому что иначе мы были бы в беде. Если бы вы не были под действием этого закона, то не смогли бы сидеть на своих местах. Понятно? Вот что я хочу объяснить. Закон Моисея был дан для конкретной цели, а именно, проявить грех, бывший в греховной природе. Для этого и был дан закон. Он был дан для того, чтобы проявить грех, умножить грех, произвести осуждение, произвести сознание грехов. Закон, пришедший через Моисея, Моисеев закон был дан для того, чтобы человек осознал свою несостоятельность. Он был дан, чтобы привести вас к моменту, когда вы поймете, «Я не могу исполнить закон. Он слишком совершенен. Мне необходим Иисус. Мне необходим Спаситель». Закон в совершенстве исполнил то, что Бог определил ему сделать. Произвести осуждение, вину, стыд, проявить грех, показать ваше бессилие, чтобы вы признали, «Самому мне не справиться. Мне необходим Спаситель». Закон Моисеев. Десять заповедей. Исполнили свое предназначение. Сделали свое дело. И вот мы родились свыше. После этого, согласно посланию к Кремлинам 10.4, Христос — конец закона. Наше рождение свыше для нас — конец закона. Почему? Потому что теперь у нас есть Дух Святой. И он был данным в этом Новом Завете благодати. Этот завет таков, что теперь мы живем согласно наставлениям Духа Святого. Перелистите на седьмую главу послания к Кремлинам. Я покажу вам очень хорошее местописание. Послание к Кремлинам, седьмая глава. Мы живем согласно наставлениям Святого Духа. Послание к Кремлинам, седьмая глава, шестой стих. «Но ныне, умерший для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве». Расширенный перевод. «Но ныне мы освобождены, демобилизованы от закона и прекратили с ним всяческие отношения, умерев для того, что когда-то связывало нас и держало в неволе». Так что теперь мы служим не из послушания Ветхому Кодексу написанных предписаний, но из послушания наставлениям Духа в новизне жизни. В новизне жизни мы рождены свыше. Мы приняли новое творение. И в новизне жизни мы служим согласно наставлениям. И мы слушаемся наставлений Духа Святого. Так что теперь изменилось по сравнению с законом? Под законом Дух Божий сходил на людей, но не оставался с ними. Дух Святой сошел на Илию, но затем ушел. А при Новом Завете Дух Святой живет в нас и никогда нас не оставит. Он остается с нами все время. Почему? Потому что в Новом Завете мы вводим и Духа. В Новом Завете Дух Божий наделяет нас силой. В Новом Завете Дух Божий помогает нам. То, что было невозможно при Ветхом Завете, то, что при Ветхом Завете мы делать не могли, мы теперь можем сделать посредством духовного человека. И это очень сильно. Особенно при этом утверждении легко прийти к следующему выводу. Раз мы были освобождены от закона, так значит, теперь для нас нет никаких законов. Но это не так. Это неправда. Откроем восьмую главу послания к евреям и увидим, почему это неправда. Вы по-прежнему живете согласно законам. Не согласно закону Моисееву, но теперь вы исполняете законы под водительством Духа Святого. Дух Святой помогает вам. Всем это понятно? Это местописание поможет вам. Послание к евреям, восьмая глава, десятый стих. Если вы там, скажите «Аминь». Прочтем десятый стих вместе. Готовы? Читаем. Вот завет, который завещает Дому Израилеву, после тех дней, говорит Господь, «Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их». Остановимся на этом. Кто-то скажет, «Но я думал, что мы избавлены от закона». Вы избавлены от закона Моисея, но избавлены для того, чтобы... Ну-ка, закончите. Исполнять закон жизни. Вы избавлены, чтобы исполнять закон Духа. Мы знаем, что это за закон. Послушайте, вот завет, который завещает Дому Израилеву, после тех дней, говорит Господь, «Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их». Вопрос, какие законы он вложит в мои мысли? Что это за законы, которые он напишет на моем сердце? Давайте я спрошу вас, это будет Моисеев закон? Его Бог вложит в ваш ум и в ваше сердце? Нет, тот закон был дан для конкретной цели. Правильно? И успешно исполнил то, для чего был дан. Верно? Какой же закон Бог вложит в наше сердце и в наш ум? Вы помните, как в Новом Завете Иисус сказал, «Заповедь новую даю вам». Правильно? Новую заповедь. Что это за новая заповедь в этом Новом Завете? Любовь. И как звучит эта заповедь? При завете закона тоже была заповедь о любви, но формулировалась она иначе. Закон Моисеев был настолько совершенен, что никто не мог исполнить его весь. При Ветхом Завете закона была такая заповедь, «Люби Господа, Бога твоего». Послушайте, как надо любить Его. Послушайте, как безупречно и совершенно надо любить Господа согласно формулировке Ветхого Завета. «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоею, и всеми силами твоими». Это очень серьезные слова, охватывающие все аспекты. И никто не мог. Никто не был способен любить Бога настолько совершенно. Не смог никто, кроме Иисуса. И Иисус единственный, кто любил Бога совершенно. Послушайте внимательно. Если этот закон написан на вашем сердце, «Если эта заповедь вложена в ваш ум, то…» «Есть ли какая-либо проблема с исполнением требований праведности Ветхого Завета?» «Нет». «Если закон любви вложен в мои мысли и написан на моем сердце, я никого не смогу убить». «Если закон любви вложен в мои мысли и написан на моем сердце, я ни у кого ничего не смогу украсть. Закон любви не позволит мне». «Я не совершу прелюбодеяния и не сделаю ничего другого. Закон любви не позволит мне». Посмотрите, что он сделал. Смотрите, Бог сказал, «Я напишу мою заповедь в любви на ваших сердцах, я вложу мою заповедь в любви в ваши мысли». И смотрите, он сказал, «Я буду вести и направлять вас ко всякой истине». Помните, Библия говорит о том, как глубока эта любовь, как она широка, как высока. Это глубокое откровение. Дух Святой говорит вам, «Поскольку теперь этот закон написан на твоем сердце и уме, я могу вести и направлять тебя через любые правила и наставления. Я могу вести и направлять тебя через любую проблему в твоей жизни». То, что вы освобождены от закона Моисеева, вовсе не значит, что теперь вы можете идти и совершать прелюбодеяние. Свобода от закона Моисеева означает, что я исполняю закон не потому, что он написан. Освобождение от закона Моисеева значит, что я свободен от него. И что теперь? Теперь у меня закон Духа Божьего. У меня есть закон жизни. Потому что закон Духа Жизни освободил меня. От чего? От закона греха и смерти. Что происходит, когда я под законом Духа Жизни, который есть закон любви? Что происходит, когда я под этим законом? Мне не надо заботиться о том, чтобы исполнять закон своими собственными усилиями. потому что у меня есть Дух Святой. И что Он сделает? Не прелюбодействуй. Он не только скажет, не прелюбодействуй, но будет работать с окружающими вас обстоятельствами так, чтобы вы точно не совершили прелюбодеяние. Он будет вести вас, направлять вас, говорить с вами о любви. И плоды Духа будут вложены в вас. Поскольку в вашем сердце любовь Божья, в него придет и терпение, долго терпение. Плоды Духа будут проявляться в вас, потому что сам Дух Божий пребывает в вас, и Он производит плоды без всяких ваших усилий. В Ветхом Завете вам надо было трудиться ради дисциплины, но в Новом Завете Дух Божий поможет вам сделать то, чего вы сами сделать не можете. Поэтому в послании Галатам сказано, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Я сказал много. Вам это понятно? Так какая разница? Разница в том, что мы по-прежнему живем по закону, но не по закону Моисееву, а по закону Духа. Мы живем по закону любви. Мы живем по совершенному закону свободы. А какая разница? Дух Божий показывает нам путь в нашей жизни в том, что касается исполнения этих законов. Закон любви при содействии Духа Божьего поможет нам любить тех, кого любить невозможно. Только христиане в Новом Завете способны любить своих врагов. Без Духа Святого делать это невозможно. Что же происходит? Я сказал, что без Духа Святого делать это невозможно. Без Духа Святого делать это невозможно. Что же происходит? Дух Святой делает вас способным сделать то, что без Него сделать было трудно. Он делает вас способным это сделать. Когда апостол Павел в первом и во втором послании Тимофею говорит о том, как себя вести, не смотрите так, мне это исполнять не надо, поскольку я под благодатью, я свободен от этого, поскольку избавлен от закона. Нет, но Павел говорит вот что, каждый раз, говоря о том, как вам себя вести, Павел вначале говорит, я знаю, что без Христа я ничто. Я знаю, что без Него я не могу ничего делать. Я знаю, что Его помощь требуется мне во всем. А уже затем Павел говорит о том, как себя вести. То есть апостол утверждает, я знаю, что без Иисуса вы не сможете делать то, что я вас прошу, но поскольку в вас Дух Святой, вы можете правильно себя вести в Доме Божьем. Он поможет вам. Он даст вам силу вести себя так, как вы должны себя вести. Благодать никогда не может служить оправданием плохого поведения. Пребывание под благодатью никогда не может быть оправданием для плохого поведения. Пребывание под благодатью является способностью вести себя правильно. Почему? Потому что Дух Святой поможет вам правильно вести себя и делать то, что без Него вы делать не могли. мы смотрим на нашу жизнь в Духе и под благодатью, а затем смотрим на жизнь под Ветхим Заветом. И Ветхий Завет оказывается ниже по сравнению с жизнью под благодатью, потому что то, чего мы не могли делать Ветхим, мы можем делать с таким превосходством в Новом Завете, благодаря Святому Духу. Мы не могли любить так, как того желали при Ветхом Завете, но при Новом Завете можем. Мы можем при помощи Святого Духа. Какова суть того, о чем я говорю сегодня? Не говорите, я под благодатью Божией, и потому мне не надо исполнять никаких правил и предписаний Нового Завета. Мужья, любите своих жен. Не надо мне этого делать, я под благодатью. Нет, поскольку вы под благодатью, вы теперь можете это делать. Понятно? Жены, повинуйте своим мужьям. Нет, зачем мне это делать, это же закон. Нет, вы можете это делать, потому что вы под благодатью, и Дух Божий поможет вам это делать. Да. Да. Ведите себя правильно. Имейте долготерпение. Вы можете это делать, потому что один из плодов Духа — долготерпение. Будьте верны. Вы можете быть верным, потому что Дух Божий высвобождает верность в вас. Вы можете быть терпеливым. Поскольку Дух Божий высвобождает терпение в вас. Вы можете делать все, что не могли делать при законе Моисеевом. Все это вы теперь можете делать, поскольку Дух Святой ведет и направляет вас, показывает вам, как, активирует в вас свой характер, активирует в вас плоды Духа. Вы настолько более... Вы более оснащены вести себя по-божьему, чем это было когда-либо раньше. Единственное, что требуется — желание. Желаю ли я, чтобы Дух Святой вел и направлял меня ко всякой истине? Желаю ли я, чтобы это происходило? Вам понятно, о чем я говорю? Поэтому, когда вы слышите таких людей, «Теперь мне уже не надо молиться». Нет, нет, нет. В 8 и 9 стихах сказано, что это не значит, что молиться не надо. Молиться больше не надо. Нет, нет. Теперь у вас есть помощник в молитве. И он поможет вам молиться лучше, чем вы когда-либо молились. Вы не будете просить Иисуса, как просили его ученики. «Господи, научи нас молиться». Вам не надо будет этого делать. Почему? Потому что Дух Святой. Аллилуйя. Не только учит вас молиться, но и дал вам благодатный дар молитвы на языках, чтобы ваша молитва была совершенной каждый раз, когда вы молитесь. Пребывание под благодатью не значит, что теперь молиться надо меньше. Наоборот, теперь, когда у вас есть Дух Святой, надо молиться больше. Молиться весь день. Потому что теперь у вас есть помощник. Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой. Обратите. Вы под чем-то иным Кто из вас рад тому, что я говорю об этом сегодня? Прочитайте 11 стих Ктиту 2 глава 11 стих О, я рад Слава Богу Аллилуйя 11 стих Ибо явилась благодать Божия Спасительная для всех человеков Так и есть, верно? Да, Господь Она несет освобождение Она несет исцеление Она несет преуспевание Несет здоровье Благодать Божия несет все завершенные дела Иисуса Христа Все завершенные дела Иисуса Христа доступны нам по благодати И помните, все уже сделано Аллилуйя Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков Какое необычное утверждение А что она значит? Что благодать Божия доступна любому человеку на этой планете Любому человеку на этой планете Иисус сделал то, что Он сделал Не только для церкви Он сделал это для каждого человека на планете Для каждого грешника, которого вы встречали И с которым говорили Иисус обеспечил благодать Но что происходит? Благодать доступна всем Но не все принимают ее Мы с вами приняли благодать Мы родились свыше Мы сказали, что желаем ее, верно? 12 стих В 11 сказано Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков И дальше Научающая нас Послушайте Благодать учит нас Научающая нас Чтобы мы отвергнув Слушайте Чтобы мы отвергнув нечестие и мирские похоти Целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке Послушайте, чему учит благодать Послушайте, чему нас учит благодать Когда люди греша говорят Да, я сделал все это, но слава Богу Я под благодатью Я им отвечаю Минутку Но благодать учит нас жить целомудренно Праведно и благочестиво Если вы, делая грехи, говорите, что вы под благодатью То знаете что? Вы не под благодатью Потому что если вы под благодатью Она учит вас, как жить целомудренно, праведно и благочестиво Да Так сказано в Писании, верно? Есть такие люди, которые используют это учение Как оправдание греховного образа жизни Откройте четвертую главу послания Галата Давайте пятую О, да После этого надо будет прочитать 21 стих Галатам 5 глава с 1 стиха Итак, стойте Вы там? Читаем первый стих вместе Готовы? Читаем Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос Вопрос, в свободе от чего? От закона, да Читаем дальше И не подвергайтесь опять игу рабства Это ли не подтверждение? Что принес с собой закон? Он принес с собой рабство, верно? Прочтем еще раз Итак, стойте в свободе от закона Моисеева, который даровал нам Христос И не подвергайтесь опять игу рабства Вот я Вот я И Павел продолжает свою мысль Но Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос Бог хочет, чтобы мы пребывали в свободе, которую Он даровал нам Но посмотрим дальше 13 стих Стих 13 Давайте прочтем его вместе Готовы? Читаем К свободе призваны вы, братья Только бы свобода ваша Не была поводом к угождению плоти Но любовью Вы послушайте Так о какой свободе речь? Вы освободились от закона Но не используйте освобождение от закона Как возможность для угождения плоти 13 стих в расширенном переводе Ибо вы, братья, действительно были призваны к свободе Только пусть ваша свобода Не будет стимулом для вашей плоти Возможностью или оправданием для эгоизма Почему Библия говорит об эгоизме? Потому что всякий грех продиктован эгоизмом Пусть ваша свобода не будет Оправданием для эгоизма Но любовью служите друг другу Библия говорит, ясно, так ведь? Тем не менее, находятся люди, говорящие Поскольку мы освобождены от закона То это дает нам возможность идти и делать греховные дела Послание о благодати говорит вовсе не об этом Не этому учит благодать Мы под новой заповедью Под заповедью о любви Мы под заповедью о любви И Дух Святой помогает нам исполнять эту новую заповедь о любви Он помогает нам не только тем, что ведет и направляет нас Но тем, что вкладывает в нас свои плоды Тем, что вкладывает в нас свой характер Тем, что вкладывает в нас откровения Он посвящен лидерству и водительству Которые хочет обеспечить для нас Он так посвящен И подумайте, что для него значит, чтобы вы доверяли ему Что для него значит, когда вы сталкиваетесь с ситуацией Когда в вашей плоти тяжело Когда вы сталкиваетесь с ситуацией В которой ветхий человек хочет подняться И побудить вас поступить так, как вы поступали всегда И Дух Святой говорит Не паникуй Доверься мне Я помогу тебе пройти через это Я знаю, что раньше тебе никогда не удавалось выбраться Но я тебе помогу Тебе никогда это не удавалось Даже как христианину Но я тебе помогу Я активирую в тебе силу Я помогу тебе Я буду говорить с тобой Я сделаю все Но доверишься ли ты мне? Нам доносило жить согласно закону жизни во Христе Иисусе Он по-прежнему служит обличителем для лжецов, убийц Помните? Итак, он по-прежнему исполняет цель До того, как грешники станут христианами Закон будет обличать их, осуждать их Вызывать у них чувство стыда Все эти переживания Он будет вызывать у них все это Потому он и был дан И Библия говорит, что закон не приедет Доколе не приедут небо и земля Итак, закон будет существовать Доколе не приедут небо и земля Только для праведных он не будет существовать Ради цели безопасности я прочту это до того Как закончить этот небольшой раздел Чтобы вы убедились, что так сказано в Писании Первое послание Тимофею, первая глава, восьмой стих Если вы там, скажите аминь А мы знаем, что закон добр Никогда, глядя на закон, не говорите, что он плох Закон пришел от Бога Закон добр Закон совершенен И он свят Почему? Потому что он пришел от Бога Он не был хорош для нас Потому что мы не могли исполнить его Однако он был хорош Поскольку исполнял ту самую цель Для которой Бог создал его Так? Здесь говорится А мы знаем, что закон добр Если кто законно употребляет его Зная, что закон положен не для Кого? Праведника Но для Кого? Беззаконных и непокоривых Нечестивых и грешников Развратных и оскверненных Для оскорбителей отца и матери Для человека-убийц Для блудников Мужеложников Человека-хищников Клеветников Скотоложников Лжецов Клятва преступников И для всего, что противно здравому учению По славному благовестью блаженного Бога Которая мне вверена Как видите Закон Моисеев по-прежнему продолжает быть детоводителем Пока люди не придут к Христу Когда же вы пришли к Христу Теперь имея праведность Божию по вере И будучи водимыми Духом Божьим Вы больше уже не нуждаетесь в водительстве закона Я на самом деле вдохновлен сделать еще одно Прежде чем завершить эту тему Послание к евреям, 10 глава Брат Доллар В одном из мест Писания сказано Что если мы произвольно грешим То не остается больше жертвы за наши грехи Большинство христиан воспринимают этот стих как означающий Если я согрешу И это будет произвольный, сознательный грех Но это даже не имеет смысла Что тут объяснять? Ведь любой грех сознательный Любой грех намеренный Вы подумайте Мысль что-то объяснить кажется мне нелепой Поскольку любой грех произвольный Мы почему-то пришли к убеждению Что существуют грехи произвольные и непроизвольные Некоторые люди делят так Произвольный грех и такой Который меня заставил сделать дьявол Который на самом деле сделал не я То есть я в постели Как я тут оказался? Как? Где моя одежда? И с кем это я в постели? Дьявол заставил меня оказаться тут Нет, произошло вовсе не так Это было осознанное действие вашей воли Вы делаете нравственный выбор Спасены вы или нет У вас есть право выбирать Послание евреям было написано евреям Адресовано оно еврейскому народу Послушайте 24 стих Будем внимательны друг к другу Поощряя к любви и добрым делам Не будем оставлять собрание своего Оооо Ооо Смотрите на что это мы натолкнулись Вы послушайте Я люблю людей Если вам никак не собраться Если вы никак не можете присоединиться к нам Слава Богу за интернет Да и аминь Аллилуйя Какой чудесный инструмент Однако дан он был не для того Чтобы отказаться от собрания Слава Богу за нашей церкви Когда люди могут собираться Писание говорит Не будем оставлять собрание своего Как есть у некоторых обычаев Не будем увещевать друг друга И тем более Чем более усматривайте приближение дня оного Ну я просто хочу слышать Слово Божье Я рад что вы хотите слышать Слово Но все не может сводиться к вашему Слышанию Слова Есть что-то в посещении церкви И в собрании вместе с другими верующими Что дает Духу Святому Возможность помогать нам И он не может это делать И он не может это делать Когда вы дома смотрите служение по интернету Хотя это уже считается нормальным Верующие не собираются вместе И считают это нормальным Я не говорю что это грех Но ведь есть причина почему Писание говорит так Что мы теряем когда оставляем собрание Я считаю что приходя в церковь Вы обретаете то что искали Аминь Сейчас не выбегайте из дома И не мчитесь к нам Чтобы успеть до окончания служения Не делайте этого Я имею ввиду Будьте благословены Я люблю вас Не делайте так Я это говорю не для того Чтобы кого-то осудить Я говорю Мы натолкнулись на это место Писания И я призываю поразмыслить Почему Библия говорит Не оставляйте собрание своего Аминь Что же мы постоянно теряем Оставляя собрание Не позвольте комфорту Лишить вас наставления Святого Духа Аминь Я взял послание евреям Чтобы что-то показать вам Хорошо 25 стих Тем более Чем более усматривайте приближение дня оного 26 стих Вот оно Ибо если мы Получив познание этой истины Произвольно грешим Давайте размышлять вместе Мы воспринимаем всю Библию Как единое целое Познание истины Возьмем несколько мест Писания Чтобы ответить на вопрос И эта истина Сделает вас свободными О чем говорит Иисус Если пребудете в Слове Моем То познайте истину А что это за истина Которую мы познаем Прибывая в Его Слове Любовь Что вы сказали Вот что я познал Я познал истину О различии между законом Пришедшим через Моисея И благодатью Пришедшим через Иисуса Почему я пришел к этому выводу Потому что Писание говорит Верно преподавайте Слово Истины Как мне верно преподавать Толковать Слово Истины Вот как Есть истина под законом И есть истина под благодатью Если мы возьмем истину под законом И поместим ее под благодать Она перестанет быть истиной Верно преподавая Слово Истины Какой истины? Истины, которые под законом, и истины, которые под благодатью. Так что каждый раз, когда вы рассматриваете истину, уверяю вас, можете сами убедиться, когда вы видите слово «истина», оно всегда относится к истине этого Нового Завета, в противоположность закону Моисееву. Мне это очень помогло. Каждый раз, когда я вижу истину, и понимаю то, что мы понимаем о благодати, это теперь моя истина. И все, что мы видим в свете, это истины. Дух Святой был послал мне, чтобы наставить меня на всякую истину. Истину под благодатью. Вот к чему он ведет и направляет нас, верно? Истине о любви Божьей, при этом Новом Завете. Теперь послушайте, что здесь говорится. 26 стих. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, послушайте, о чем он говорит верующим евреям. Вот истина. Иисус есть жертва, принесенная за грех. Это истина. Мы под Новым Заветом. Слушайте дальше. Ибо если мы, получив познание истины, успокойся, успокойся. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Если мы произвольно грешим, он обращается к евреям. А что делали евреи под истиной закона в том, что касалось их грехов? Что они делали? Приносили жертвы. Священник брал жертвы, кропил кровью. Их грехи покрывались кровью жертвы, и они могли жить дальше. Так? Придя к познанию истины, о чем мы говорим? О произошедшем при Новом Завете. Что они делали? Если же мы продолжим. Посмотрите. В Библии эти слова были всегда. Всегда. 26 стих. Автор говорит. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы, не остается больше жертв за ваш грех. Послушайте. Пусть это закрепится у вас на основании того, что у вас есть. Они продолжили приносить жертвы за свой грех. Автор говорит. Если вы продолжите это делать, для вас не остается жертвы за грех. Почему? Потому что вы игнорируете истину. Что это за истина? Иисус — жертва, принесенная за все грехи. Если вы игнорируете то, что Иисус и его кровь — жертва за все грехи, если вы игнорируете это, тогда все голуби, агнцы и все остальное, что вы приносите в жертву ради прощения своих грехов, бесполезны. Не остается жертва за грех. Потому что вы произвольно игнорируете единственную жертву, которая может устранить ваш грех. Вот истина. А до этого я всю свою жизнь терзал себя этим местом Писания. Если мы произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Он говорит, «О Господи, я иду в ад, для меня не остается жертва за грех, потому что я снова согрешил Иисус». Автор говорит вообще не об этом. Он обращается к евреям. Вы помните законы истолкования? Кто говорит? Кому обращается? Что происходило конкретно в то время? Автор обращается к евреям, которые приносили жертвы за грех. Он говорит им об истине, а истина в том, что Иисус – жертва за все грехи. Он устранил их. Если же вы будете игнорировать истину о том, что Иисус своей кровью устранил все грехи, тогда при ваших ветхих жертвах для вас не остается жертва за грех, поскольку вы произвольно игнорируете истину. Неудивительно ли? Ведь эти слова всегда были в Писании. В свете истины вы можете видеть больше истины. Вы когда-нибудь задумывались о том, что в первой главе послания к римлянам... Извините. Ну да, когда апостол говорит «благодать на благодать». Представьте. Вы на пляже. Волны накатываются на песок. За одной волной приходит другая. Зато еще одна. Потом еще одна. И еще, и еще, и еще. Апостол говорит о благодати. Ее будет больше, и больше, и больше. У Бога благодать никогда не кончится. Она будет приходить постоянно. Всегда благодать на благодать. Благодать на благодать. Благодать на благодать. О, слава Богу! Ну а теперь послание к римлянам, восьмая глава. Можем мы разобрать еще два-три места Писания? О, слава Богу! Знаете, почему я облегченным выдохнул? Потому что, наконец-то, это объяснение будет на видео. Что происходит? Я создаю информационную базу. И теперь мы можем говорить людям, послушай вот это. И вы сами можете слушать этот материал. Каждый раз, когда возникает вопрос, слушайте, слушайте, хвала Господу. Аминь. Это очень благословит вас. Послание к римлянам, восьмая глава. Дайте-ка посмотреть. Я собирался говорить о восемнадцатом стихе. Но давайте начнем с шестнадцатого, поскольку мы говорим о тождестве. Шестнадцатый стих. Сей самый Дух, Святой Дух, Третья ипостась Троицы. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Два воскресения — это место Писания звучит для вас. Дух Божий старается убедить вас в вашем истинном тождестве. Дух Божий старается убедить вас в том, что вы дети Божьи. Потому что Бог забрал у вас ветхое и дал новое. В день вашего спасения Бог не изменил, а обменял вас. Вместо ветхой греховной природы, Он дал вам совершенно новую. Боже мой, Он не поставил вам на голове печать приемный Сын, но извлек из вас вашу ветхую природу и вложил в вас нового человека, сотворенного по образу Его. Со дня вашего рождения свыше, когда произошел этот обмен, ваш Дух готов к небесам. Аллилуйя! Однако, если вы не примете это тождество, о котором вам свидетельствует Дух Божий, Он свидетельствует вам, что вы дети Божьи. Вы дети Божьи. И вы дети Божьи, потому что вы теперь, как Он. Он старается убедить вас в том, что как Он, Иисус на небесах, так и вы в этом мире, в этом теле, вы, как Иисус. Знаете, когда настанет время нам идти на небеса, Бог не будет полировать наш Дух, чтобы Он был готов к небесам. Наш Дух так же совершенен, как Иисус. Поэтому Библия говорит, а соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Итак, вы один Дух с Ним. Библия говорит, что ваш совершенно новый Дух, и Иисус, в Боге. Вы в Боге. Аллилуйя! Вы во Христе, в Боге. Поэтому переживания Иисуса становятся вашими переживаниями. Родившись выше, вы имеете не только новое будущее, но также и новое прошлое. Вы были распяты с Христом, погребены с Ним, воскресли с Ним. Понятно, о чем речь? Вам надо понять и убедить себя в следующем. Я есть, реальный Я, не мое тело, не моя душа. Перестаньте смотреть на себя, как на тело, или как на душу. Человек состоит из трех частей. Человек есть Дух. Он обладает душой, а это разум, воля, эмоции, и живет он в теле. Вы — это не тело. Вы — Дух. Истинный вы совершенен, как Бог. Ваше тело и ваше поведение постоянно пытаются убедить вас в том, что вы не дети Божьи. Дух Святой свидетельствует вашему Духу, а это истинный вы, что вы — дети Божьи, созданные такими, как Он. Вы, как Он, уже сейчас. Мой духовный человек прямо сейчас, такой же, как Бог. Мне незачем тревожиться о том, пойду я на небеса или нет. Теперь, когда истинный Я во Христе, и истинный Я, как Бог, когда Иисус воссел одесной Отца, воссел и Я, я уже посажен на небесах. У меня нет страха смерти. У меня нет страха перед судным днем. Я иду на небеса. Вы уже там. Я уже там. Это уже свершившийся факт. И Иисус уже позаботился об этом ради нас. Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Но, пойдя на небеса, я не хочу не воспользоваться тем, что Иисус совершил своей кровью. Я пришел на небеса. Кровь Иисуса сделала все, но я этим не воспользовался. Раньше моей главной целью было пойти на небеса, но теперь не это моя главная цель. Это норма для спасенных. Я хочу, чтобы, когда я попаду на небеса, я услышал, «Посмотри, сколько ты сделал для меня!» Посмотри, я хочу быть живым письмом для Господа. Я хочу, чтобы весь мир знал об этом любящем, потрясающем, могущественном Боге, который настолько возлюбил нас, что не поставил печать «усыновлены», не выдал нам бумаги об усыновлении, но сказал, «Усыновив вас, я сделаю вас такими, как я. Я уберу ветхого человека, я вложу в вас совершенно нового человека, созданного по образу моему, и вы готовы к небесам». То, что на небесах, того же Бог хочет и на земле. Я всем сердцем убежден, что в конечном итоге эта земля будет обновлена и спасена, как это произошло и с нами. Но что нужно Богу? Ему нужны люди, которые будут жить из этого тождества. Жить из Бога и жить из этого тождества. Тождество подобия Христу. Жить из Бога и из подобного Христу тождества. Мое поведение от плоти, от необновленного мышления и глупых решений, не изменяя того, что я стал новым во Христе Иисусе, я по-прежнему спасен и по-прежнему совершенен в духе. Когда я вовлекаюсь в поведение, не согласующееся с моим духом, то это случай ошибочного тождества. Когда вы так себя ведете, это не вы, это ваша плоть. Вот и называйте вещи своими именами. Это не вы, а ваша плоть. И вам надо работать над обновлением ума, чтобы помогать Духу Святому и Своему Духу удерживать свою плоть. После рождения свыше у вас, в вашей сущности, нет никакого желания грешить, в вашей сущности. Однако плоть находилась под влиянием ветхой природы и была испорчена ею. Поэтому вам надо обновлять свой ум Словом Божьим и соглашаться с вашим рожденным свыше духом, чтобы контролировать свое тело, прежде чем оно начнет реализовывать свои желания. Проблема в том, что вы позволяете этому поведению осуждать вас и убеждать в том, что это и есть истинный вы. Отождествляясь со своим плохим поведением, вы не будете отождествляться с тем, кто вы есть на самом деле. Таким образом, вы и не будете вести себя соответственно тому, кто вы на самом деле есть. Ваше тождество определяет ваше поведение, но вы позволяете своему поведению определять ваше тождество. Ваше плохое поведение будет отождествлять вас лишь с плотью. Оно будет отождествлять вас лишь с плотью. Вы поняли то, что я только что сказал? Вот над чем я работал весь вечер. Над одним небольшим местом Писания. Читаем следующий, 17 стих. Готовы? Читаем. Кто из вас верит в то, что в сущности своего существа вы дитя Божие? Я верю в то, что говорит Писание, что я стал как Христос. Во втором послании Коринфянам говорится, что я новое творение. Я совершенен. В сущности своего существа я совершенен. Внешне улучшается благодаря тому, кто я внутри после того, как я убедился в своем тождестве. Послушайте, что говорит Писание. После того, как я убедился в своем тождестве, теперь, будучи чадом Божьим, я перехожу на новый уровень. От знания того, кто я есть. Я перехожу к знанию того, что я наследник. И послушайте, со-наследник. Если вы понимаете, кто такой наследник Божий, и это слишком велико для того, чтобы постичь, тогда давайте я скажу на таком уровне. Вы сонаследники Христу. Скажите, сонаследник. Смотрите. Смотрите. Вы слышали о совместном банковском счете, когда для обналичивания чека требуются две подписи. У нас совместный банковский счет с Иисусом. И Иисус уже подписался под всеми обетованиями. Значит, мы не ждем его подписи. Небеса ждут наши подписи. Послушайте меня. Бог ждет нашей подписи. Иисус уже поставил подпись под каждым обетованием. Он подписался под нашим исцелением. Он подписался под нашим освобождением. Он подписался под нашим преуспеванием. Он подписался под каждым обетованием. Подпись и печать поставлены. Однако, поскольку вы сонаследники, документ будет недействительным. И обетование с одной подписью не реализуется Значит, для того, чтобы обналичить чек исцеления Чтобы обналичить чек преуспевания Чтобы обналичить чек новой работы Какой бы то ни был чек Небесный банк пошлет вам его обратно со словами Мы не можем обналичить его без двух подписей На чеке только одна подпись Вы должны поставить подпись Конечно, все это аналогии А теперь поговорим по сути Что это за моя подпись Которая требуется для того, чтобы чек был обналичен Послушайте, я верю Смотрите, смотрите И благодарю тебя Смотрите, смотрите Хорошо Вот в чем дело Но пастор Долла Чек я подписал Я верю В этом и проблема Вы верили Ничего не получается Потому что вы верили Нет, нет, нет Я верю Я принимаю Все уже сделано Послушайте, я уверен, что вы задавали этот вопрос Как и я Откуда я знаю, что я верю? Я действительно верю? Как я подписываю этот чек? Доверяю Богу Я знаю, что вы задавали этот вопрос Я тоже задавал Я действительно доверяю Богу? Как мне узнать, доверяю ли я Ему? Давайте ответим на этот вопрос Когда мир, как река Сопровождает путь мой Когда мир Незачем петь всю песню Ответ мы уже получили Когда мир 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 — это подтверждение убежденности Мир Мир — это подтверждение доверия Мир — это подтверждение веры Когда кажется, что человек не обналичится Это и надо делать Чтобы он обналичился Благодаря вам Служение Крефла Доллара Несет людям Новое понимание благодати И изменяет жизни миллионов людей Каждый день Благодаря вашей любви И финансовой помощи Эту программу видят и слышат На разных языках На всех континентах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok